У меня реально ощущение, что кроме французов, нет никаких туристов. Короче, значит, вот эта церковь, экскурсовод сказал, что она единственная, осталась 600-летней испанской оккупацией, потому что когда испанцев они вышибли, они разрушили все, что испанцы строили. А вот эта вот замечательная церковь и осталась. Вот я сейчас до нее доехала, сейчас посмотрим, что там внутри. Очень интересно. Это белый мрамор, простор. В общем, похоже, отдаленно-отдаленно на Сакхакёх у нас в Святое Сердце, там на Монмартре. Такой белый гранит, но почему-то это такой романская форма. А там цивно, там не видно. Знаешь, как интересно, я первый раз вижу в католической церкви, что барган, инструмент, находился за алтарем. Обычно он на противоположной стороне находится, или сбоку. А здесь он с золотарем. Потрясающе. И судя по объемам и по мрамору, должна быть очень хорошая акустика. Это интересно. Послушайте, вот здесь концерт. Смотрите, здесь скульптур. Вот у меня есть такой ритуал. Скажу вам по секрету. Я, когда попадаю в церковь, любую, я читаю хотя бы один раз молитву оптина к старцу. То есть, так, если я увидела церковь, я обязательно туда захожу, будь то православная, католическая, протестантская. Это не важно абсолютно. И прочитываю хотя бы один раз, но лучше три. Молитва уставцев оптина и пустыня. Я надеюсь, вы ее знаете. Это единственная молитва на русском языке, совершенно гениальная. Психотерапевтическая, я бы сказала. Так что я сейчас, конечно, не в камеру это буду делать, но обязательно сделаю. Таким образом получается, что у меня каждый день этот ритуал, точно, ребята, она гениальная. Если хотите, могу вас научить, но душевное спокойствие дает абсолютно непрошибаемое. Даже можно быть не очень верующим человеком. Вот такой храм. Тут предел. Вы знаете, что поскольку никого нет, хотите, я вам ее тихонечко прочту. Очень советую. Знаешь так. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сегодня, во всем, настай и поддержи меня. Какие бы известия не получала я в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на всю святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях, не дай мне забыть, что все не спусло на Тобой. Господи, научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силы принять усталость прошедшего дня и все события в течение дня. Руководи мою волю и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Вот это тоже очень красивый золоченый предел. В общем, конечно, ни на что не похоже. Вот я говорю, отдален моносак рекер, очень отдален. Вот в этом белоснежном храме очень красивый монастырский двор. Сейчас я зайду в монастырь и смотрю, что такое. А тут из таких красавище цветов. Вода, освежающая тень, вода. Оставляйте, голубое небо и белоснежный храм. Вот это прекрасно. Вот, знаешь, монастырь. Как полагается этот кафель, то есть Азульеруш, который они... Что, молодцы, ребята, только сохраняется. Как видите, фрески в таком климате выцветают. Вот такой красивый зал. 5 евро стоит вход. Так что заходите. Очень красиво тут. Там какой-то... Что там такое у нас? Ну, двор монастырский. Вообще так хорошо монахи жили. Да. И все вот эти вот все время кафельные всякие картины. Голубое-голубое небо. Голубое-голубое небо. Вот. На исходе у меня батарейки. Я уж не знаю, что снимать, что не снимать. Но, наверное, в монастырь мало кто запредает. Очень это все красиво. По-моему, ребята, это ковер на потолке. А, пардон. Чуть-то очки не уронила. По-моему, это вообще ковер на потолке. В общем, и ковер тут, и изразцы, и картина. Ну, в общем, очень это торжественно все и пышно. Скульптура какого-то архиепископа. Красиво, ребята, заходите сюда, если будете в Лиссабоне. Это вот второй внутренний дворик монастыря. Смотрите, голубое. Белое на фоне голубого. Какой кадр потрясающий. Вот такой очень суровый зал. Горобы стоят. Чьи, не знаю. И вот так вот прямо гробы, гробы, гробы. Тайная вечеря над этим висит. И, в общем, гробы. Короче, пойду-ка я отсюда. Так. И тут, блин, сплошные гробы. Причем. Они захоронены ли тут все короли? Потому что, смотрите, здесь стоят короны. Раз, корона. И вот тут корона над каждой. Так. Надо будет погуглить вообще, кто это тут похоронен. Инфанта Мария. А, ну раз инфанта, понятно. И вот королевские эти. Луис Первый. И Стефания. Раина Истефания. Королева Стефания, да. 22 года прожила, бедняжка. Ну вот, в общем, какие короны. Сейчас я короны сниму. Вообще-то не люблю я. Горобы, конечно. Мария Вторая. Сорока сколько прожила? 34 года. Почему же они такими молодыми-то умирали все? Ой, вот еще какая корона. Где вы видите такие короны, ребята? В общем, кому короны? В монастырь Лиссабон. Вот еще корона. В общем, по-моему... Да. Я перепутала две церкви. Я думаю, это другая, а это здесь захоронены все. Значит, королевские семьи. Вот видите. Два года инфанта Мария Клементина. Да? Прожила. Вот, в общем, вот так вот они тут все лежат. Да. Такой кадр. Такие дела. Это у нас 17 век. В общем, да. И короны. Сейчас мы туда поднимемся. Ну вот, надеюсь, что вам нравится наша прогулка по Лиссабону, которая еще не закончилась. Она еще только началась. Так что оставайтесь со мной. Интересно, а тут они устроили выставку ракушек. Это, наверное, те ракушки, которые португальские мореплаватели привозили из колоний. Чего тут только нет. Каких тут только нет форм. Вот. Уж папу мой из Латинской Америки, из Африки возил-возил, но я такого не видела. Все тут вот в таких ракушках. И кораллов. В общем, такая инсталляция. Полная выставка вот этих панно из вот этой керамики. У меня нет пленки. Ну, как бы уже закончилась память. Батарейка села, короче. В общем, не могу вам все снять, но это надо видеть. Дедушка мне в зале говорит, панорама, вон туда идите. И вот я только на третий раз нашла эту секретную лестницу. Какая лестница красивая. С фонарем. Все всякие кареты. И вот я лезу вверх, чтобы вылезти на панорамную площадку, то бишь на крышу. О, какой вид. Вот я оттуда снимала откуда-то. А, против солнца, извините. Ну, короче. Вот. С другой стороны. Еще выше поднимаюсь. Такой совсем маленькой лестницы на башню. И очень жалею о том куске хлеба, который я съела. Колобойню. Тут еще одна смотровая площадка. Вот это двор монастыря. Первый. И там второй. А это наш отчаливающий корабль. До свидания. Интересно, куда он сейчас поплывет. Ну, это самая высокая точка. Потому что это на холме церковь. И вот на монастырскую колокольню я влезла. То есть выше уже некуда. Вот сейчас вам покажу, куда я снимала до этого. Вот, 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 вот она площадочка смотровая. Нет. Которая вышла из кадра. Минутку, сейчас еще раз постараемся поймать. Вот это здание. Вот она. Вот там вот я стояла. И снимала. Вот эта площадка. Вот оттуда я снимала. А сейчас я на противоположном холме. И снимаю отсюда. Вот. Какие только героические поступки мы не совершаем во время туристических забегов. Вообще себя не вижу. Не хочу снять на поле себя. Ветер тут очень приятный, освежающий. Прямо. Ой, какая бы жара не была. Но ветерочек. Ой, как хорошо. Вот, короче говоря, вот вам Лиссабон сверху. Ку-ку. Так хорошо. Это выцветило. Так приятно. Вот я на самой вершине Лиссабона. На самой-самой вершине. Теперь можно будет пойти и где-нибудь поискать стакан воды. Потому что... Ну вот я говорю, что жары здесь не бывает. Вот солнце шпарит. Открытое солнце. На небе не облачко. Но такое, освежающее. Видео, чтобы не жарко. Еще приятно. Вообще вам советую этот город посетить. Смотрите, какой красивый вид в другую сторону. Какое-то очень красивое здание. Воземнюю какую-то архитектуру. А напротив видите частный сад. С пальмами. Вот этими мастями голубыми семьями. В общем, понятно. И вот эти линии частные, частные владельцы. Вот здесь. Так бывает, да. Вот зимой я не уверена, что это приятно. А вот напротив какое-то совершенно заброшенное здание. Тут вот так подряд через полосицы. Красиво заброшено. Красиво заброшено. Покидаю сметровую площадку и монастырь. Иду искать стакан воды. Пожалуйста. Но все-таки не могу оторваться от этих. От этого национального искусства португальского. Как же все-таки это красиво. Мы тут спустимся по этой. Романтичная и абсолютно пустая лестница. Ребят, вход стоит 5 евро. Вообще не вопрос. Но никого почему-то нет. Нам куда? Какие-то темные комнаты. Сколько тут? Зал бесконечный. Ну я уже устала. Ну спускаемся дальше быстренько-быстренько. Хотя в общем качество живописи тут. Ну вот как картины тоже эпохи. Потрясающе. Потрясающе. Красоты это все. И очень оригинально. Все, спускаемся, спускаемся. Ребята, смотрите какой потрясающий. Неизвестный португальский автор написан. Какой потрясающий. Какое качество живописи. Ух ты. Это святая Аполония. Какой век. 16 век. 16 век. По-моему это очень круто. В общем тут и фламандское влияние, итальянское влияние. А одновременно, по-моему. В общем тут оказывается еще музей. Стокровищ церкви или корона. Уж я не знаю, но. В всяком случае. Если задержаться, можно изучить историю Португалии. И тут очень много золота. И это я не знаю, что такое. И одеяние церковных этих попов, короче. Извиняюсь. Меня уже качает. Видите, я уже устала ходить. Сейчас у меня батарейки сядут, а я угомонюсь. А под этим шатром кого увозили? Сейчас посмотрим, что тут написано. Не знаю. Так вот шатер. В общем, это уже, как во многих музеях, в Риме тоже самые такие есть. Интересно, это кто? Это Педро Александрино. Ему приписывается Педро Александрино. Музей закрылся. Я вышла и решила посидеть в этом тенистом садике. Отдохнуть. Хотите, поболтаем? Сейчас переверну. Хотите, поболтаем немножко? Я обратила внимание, что есть принципиальная разница между российскими туристами и, например, французскими туристами. Я не знаю уж, как там другие. Вот именно французы, все мои ученики, все мои знакомые. Вот русские, они стараются в минимальное количество времени ухватить максимальное количество информации. То есть обычно они какие-то туры делают, там три дня в Лиссабоне, два дня в Порте, там, или там вообще Германия, Испания, Франция как-то, в общем, галопом. Вот буквально галопом по Европе, в буквальном смысле. То есть составляют какие-то планы жесткие, насилуют себя, напрягаются очень сильно. А французы, они не так. Я не говорю, что лучше, что хуже, я просто говорю, как в чем разный подход к вообще самому мероприятию под названием туризм. Французы, они обычно снимают квартиру на 10 дней, 2 недели. Вот так вот в одном городе. Никуда не бегают, ни на каких машинах, ничего. Вот, например, они так в Венецию ездят, это у меня тоже многие знакомые. Они снимают на 2 недели квартиру, покупают билеты в интернете на спектакли, на концерты, там. И вот 2 недели спокойно живут, вживаются в этот город, в атмосферу, в традиции, отдыхают, расслабляются. И в следующий раз едут в другое место. Иногда повторяют, если очень нравится. Так что вот такая система. Мы сейчас, вчера мы сидели с подружкой и за ужином, и рядом столик прямо вплотную стоял, французская пара семейная. Мы с ними разговаривали, вот они тут 15 дней в Лиссабоне. Хотя у них есть машина, обычно они как-то ездили в Хорватию, например, по побережью на машине. А в Лиссабон они приехали на 2 недели. Что русскому человеку 2 недели делать в Лиссабоне, это уму непостижимо. Там трое суток и все, уже все посмотрел. А они, в общем-то, не достопримечательности смотрят, а они вот в культуру вживаются, в атмосферу. И, в общем-то, отдыхают. А я склонна, не знаю к чему. Ну, конечно, русская система где-то не для меня бегать по достопримечательностям. Я люблю сама для себя открывать. Вот завернула за угол, увидела что-то интересное, пошла. Но мне нужен запас времени. То есть мне нужно, скажем, неделю. И чтобы ничего на меня не давило, чтобы я просто ходила, смотрела, наслаждалась новизной, неожиданностью, красотой. Присматривалась, делала для себя какие-то выводы. С людьми общалась. Так что я, как всегда, как во всем, я между двумя. Я уже не совсем, в общем, менее напряженная и такая мобилизованная, скажем так. Я менее мобилизованная, чем русские, но не такая расслабленная, как французы, скажем так. Вот так что сижу сейчас, просто отдыхаю, смотрю на эту красоту. И сейчас куда-нибудь пойду на что-нибудь смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok